доброго времени суток с вами texer дулуниверс красиво да да столько красив но вот живая планета она прикольная алиусу нравятся океаны на яга ладно полезно в кораблик все готово полет я починил моторы за кадром а вот по поводу этой заразы у меня есть одна мысль поставил кстати кнопку который трап убирает я скорее всего одну переменную вывел на экраны поход да космический верхний бак космический нижний бак да а переменные то одни тоже не те же вот она а вот она так погаснем тут будет хотя приходит 1 space up space down да только верхний бак считается а нет верхний сквист верхний бак нижний ну баки на самом деле одинаково из стоят ну давайте поменяем так ладно space down space down there death wall так use space use wall use wall и д-свул вот так теперь все есть юспей д-спейс емкость нет так юсвул 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 отлично ю-ю ну конечно телефон так и юсу будет блин мне теперь все это надо как-то так это все верхнее да юсу так юсав 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 так ладно а она считывает то правильно пока вернем да 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 конечно там у тебя ошибка переменные паперы и другие так неожиданно ляпались да в работу а я смотрю у меня одинаково она их рисует юсвул д-свул да есть просто а я передавал я передавал д-свул погодите тут еще еще есть ладно вставляем д-спейс д-спейс д-свул да это ап успею давайте-то аппозду пока пока разбираюсь ну вот переменные были перепутаны а теперь все четко просто вот тут переменных было напутано у меня проценты выводились одни и те же для обоих баков это неправильно так и я наладил передачу от бака от второго тоже его объем они одинаковые баки так на всякий случай пусть будет все вот теперь отображает четко ну что ж четырнадцать астро единиц ам секундочку у меня что приводить а синий бак у меня здесь наверное да у меня у меня две с половиной тысячи туплю атмосферного я накрафтил тут ну как накрафтил выходя из игры я поставил накрафт в рюкзаке по крафту космотоплива надо тут просто поставить установку ну короче прилечу в следующий раз когда полечу я с собой возьму соответствующие станки и тут поставлю производство на карпу я все расшарил могут спросить почему у меня кнопкой дверь не открывается потому что не всегда нужный мостик иногда можно вот без мостика вот так и но мостик я отсюда не дотягиваюсь включить ну выключить дотягиваюсь а включить нет а дверь я могу кнопкой F класс отсюда мне кнопка для этого не нужна так что у меня тут накрафтил репейр трасс контрол вкачался спейс энджин хэндлинг вкачал снова все становится лучше жизнь становится лучше и лучше глядишь за этот полет я прокачаюсь так что уже буду на черепахе летать уже без штрафов но уже хорошо пошло согласитесь уже как бы стало несколько получше чем было хотя я там не так много скиллов вкачал ну хотя просто они у меня вкачались там ну что-то в двойку там в тройку не помню вкачал чего-то нет но уже какой-то пилотаж уже есть и если прям в зенит лететь я не могу я сейчас как-то чуть по-другому зайду ну может конечно дури хватит вертикально в зенит попереть но я что-то сомневаюсь тут планета довольно тяжеленькая но один уже все-таки поэтому под таким углом попробую то кстати не факт что это хорошо пойдет потому что смотрим на скорость падает а до космодвижков еще далековато они с 10 процентов включаются я рычаги слышу я даже включу отсюда оба включились оранжевым засветились молодцы все пошел набор у меня до конца у меня движки своим звуком вызывают ощущение вот ржавая бочка такая как электроматура прицеплена раскручивается такая аля бетономешалка воздух. Оборот намного выше. 1% не смешите мои носки. Гореть точно не будешь. 0. Сопротивление 4 кН воздуха. Фигня. Все, воздуха нет. Траектория рисуется странная, но я потом вниз упаду, но это я с имеющейся скорость, если я сейчас прям выключу, она не учитывая, что скорость набирается. 2.740 тяга. Кстати, больше стало, было по-моему меньше. Было что-то равен 2.500, но я же говорю скиллы. На теневой стороне находится. То, что мне нужно, я немножко не туда вылетел. А, все. Эйч, не то. Я же вращение хотел. И то дой. Давай. Скорость еще не очень велика, еще можно поменять. Начала унижаться. Ну, давай посмотрим в другом реле. Да ладно, что-то смотрите. изгибается. Мне туда дой. Давай. Видите, полетел, полетел. Виктор скорости пошел. Все, планета вообще. Планета ушла. Ну, типа можно было в 4000 скорости. Можно было бы остановиться. И сместить вектор. Мне кажется, это будет даже лучше. Я остановлюсь сейчас. Я уже от планеты далеко, она меня уже замучается притягивать. Было бы лучше, конечно, если бы я из-за диска планеты взлетал сразу туда. Но она прям в зените висит, поэтому там не судьба. Вот как-то так. Пойдем. Четырлит сует вообще довольно несерьезно. Просто боковое это смещение погасить. А у меня космонтоплива не очень много. Причем, мне кажется, налетами мне придется все-таки его купить. Не хочется, но придется. Вообще, забавно было бы для таких целей возить с собой в корабли химзавод. И С-ядро для его установки. Такая переносная заправочная станция. Слушайте, кстати, интересная мысль. И пару контейнеров. С-очка. Реально хорошая мысль. Так, сейчас уже затормозился. Я задал сейчас упаду на планету, да. И на красный рисунок. Но все равно смещение 2000 в эту сторону. Это много. Погашу полностью. И разгонюсь уже в правильную сторону. Вот 0.1G меня все-таки куда-то тащит. Хоть ядро показывает, что типа ни хрена, на самом деле тащит. И видите, вот я упаду обратно, если что. Нет тут безопасных мест. Не, ну можно этот emergency включить. Ну или выйти из игры. 46 процентов из 42. Не густо. Все, сейчас, наверное, разгонюсь. Паузну. Далечу. Опять включу запись. Приземлюсь. Надеюсь, что приземлюсь и не упаду. Надежда слаба, но она есть. Кстати, торможение тоже было, по-моему, 1400. А сейчас, видите, 1600. Все. Погнали. Хэвен, даже не пытаясь меня удержать. А я где-то в полярной шапке жил, да? Наверное, вот той. Так, правее еще. Ну и все, собственно, в разгон. Я даже до максималки здесь не разгонюсь. Кстати, максималка, по-моему, подросла, да? Срок 2 стало. Срок 3 почти. Ну, когда я вкачаю все потребные пилотские скиллы, а будет это не скоро, потому что у меня программа скиллов там на 40 с чем-то дней уже вытянулась. Ну, там все крафтерское. Вот. Я там в хвост поставил некие пилотские скиллы, но пока до них тратить, которые попроще, которые могли за ночь вкачаться, поставил в ночь. Ну что, просто более комфортно улететь с хэвена и прилететь на Алиоту. Ну, 40% елки. У меня, брат, на Тадос просто не хватит лететь. То есть, на вот этих вот, на 6% я прилетел сюда с Тадоса и еще слазь повисел над планетой, да? Ну, вот эти вот вертикал бустеры, они на самом деле очень хорошо жрут. Они тут космотопливо жрут очень прилично так. Это надо прокачивать оптимизацию, если не ошибаюсь. Нам заэкономить топливо отвечает. Надо прокачивать объем баков топливных и так далее, чтобы комфортнее на этой машинке летать. У меня все это пока не вкачано и пока вот мне топлива на долгах не хватает. Короче, в общем, мне впредь наука. Ну, атмосферное топливо пофигу. А космических надо с собой в контейнер брать. У меня не зря тут стоит большой контейнер и маленький контейнер. Вот маленький контейнер, всякие запчасти, скраб. Скраб я не выложил, по-моему. Ладно. Сейчас вот так выйду на скорость и выложу. Так, чё ты так высоко-то у меня? Не надо так высоко. Давай ниже. Давай к планете ниже. А, нет. Туда ещё. Вот так, наверное. Я, конечно, не в лоб на планету иду. Тут более-менее. Вверх нет, сильно не поднимайся. Вот так. Ну, где-то вот так. Сейчас встану по линии. По линии говорю. Нет, мне уже не надо на провоку. Всё. Вот как-то так мы пойдём. Так, 14 было, да? Я пока одну пролетел. Торможение у меня в два раза хуже, чем... Ну, там не два, на самом деле. В полтора, но буду считать, что в два. Торможение у меня в два раза хуже, чем разгон. Поэтому, если я пролечу, допустим, в разгоне четыре, то тормозиться у меня надо будет восемь. Ну, я про это по протяжённости рассказать. Ну, что ж. Как-то вот. Давайте сейчас поуздну. Уж перелёт, что-то скучный. Ничего времени у него не происходит. Можно, конечно, лазить по рынкам и всё такое, но не думаю, что есть особый смысл. Блин. Оп. Утянул её. Давай. Ну, понятно, что я войду в атмосферу не там, где надо, но ещё на дворец эту планету надо будет лететь. И я из-за руля встану, чтобы переложить из кармана скраб в контейнер, потому что… А если шмякнуть? Если я шмякнусь, у меня в карманах останется только, по-моему, там только дата объекта остаются. Ну, то есть всякие чертежи, сканы и так далее. Остаётся компактифицированный корабль и всё, остальное всё пропадает. То есть тут даже с своего трупа ничего не снимешь, поэтому не носить ничего в карманах. А даже из убитого контейнера, если его починить, можно всё вытащить. Ну всё, тогда на паузу. Ну что ж, планета близко. Я уже почти в атмосфере. И… Давайте я в горизонтальный немножко перейду полёт. Я не буду ей давать сильно разогнаться, но я постараюсь. И хотелось бы перейти в горизонтальный полёт, полностью горизонтальный. Ну, посмотрим, как это будет. Пока мощности тормозов хватает. Я пока, видите, скоро держу около нуля. И вот там примерно надо держать. Гравитация уже 0,2. Ну, это ещё даже пока не атмосфера. Атмосфера ещё даже не пахнет. Может, я слишком осторожничаю, конечно. С другой стороны, тут атмосфера довольно тонкая. Прям вот так разгоняться. Я прям… Ну, мне что-то стрёмно. Я при 0,3 тормозну. Так, он у меня в торможении 0,6 выдаёт, значит, он выдаёт 0,4 где-то. То есть, до 0,4 я могу быть спокойным, космотормоза меня остановит. Хорошо. Ну, а для атмосферы ещё высоко. Вот тут хреново. Тут нет дальнобойного какого-то вот… Дальнобойного телеметра, да? Вот и какой сейчас высоте на планете? Эх, хрен его знает. Тайна – это покрытая мраком. То есть, я так черепашьим скоком-то долго буду сползать. С одной стороны. А с другой стороны? Чего? Куда мне торопиться-то? Некуда мне торопиться? Совершенно. Я присматриваюсь к крыльям. Может, мне крылья добавили? Вот этот L-стабилизатор, который заистит, вертикальный. Да, мне вот такой вот вперёд бы можно поставить. Но у него нижняя кромка длиннее, чем двигло. Возможно, будет странно смотреться. Он у него такой же длины, как вот кормовые двигатели. Но делать большие кормовые лапки… Ну, не знаю. Посмотрим. Мне кажется, так себе идея. Просто у него подъём не сел, вот они в разы выше. То спереди стоят M-очные крылья, а сзади S-очные. Вот M-ки назад, а вперёд большие. Она пропорции черепашки сохранит. Но при этом у неё подъёмные силы резко увеличатся у крыльев. А это хорошо. Это приятно и полезно. Посмотрим. Ну, черепаха в любом случае ждёт переоборудования. Надо будет её пересчитать на груз золота. Чтобы она с олеота спокойно могла поднять груз золота. Там можно вообще не париться совсем. Даже с имеющимися скиллами. Движков я добавлять не буду. Движками у неё всё хорошо. А вот несущие плоскости я бы добавил. Чтобы она на меньшей скорости парила. Ну, слушайте. Я прям пока... Что-то и гравитация не усиливается. Что странно. Один сорок шесть су. Это может не обманываться. Она вот в направлении туда. Хотя у меня тут один су, наверное, до планеты. Но мне что-то стрёмно разгоняться. Я сейчас до тысячи разгонюсь, да? Тормозить кто будет? Пушкин? Ну, давайте я ползну до ноль трёх. Ну что ж. Вот пошла атмосфера. Сто километров до поверхности. Я пошёл развернусь по вектору. Тяги. А, тяги. Падения. И будут тормозить. Ф Kookoofinder vorbere кalesк. Зав vehicle OVERlà. О, что тыlogo мой знал? Да. Ты сделал моего знал? Наверняка меня. Да. ... ... ... ... Высота, вернее, вектор вниз. Так, а микро-треектуру-то можно отключать, мне вот такой вектор надо. То есть я вот это, как белка летяга, ползунку переключу, если что. Блин, это хорошо. У меня скорость почти не снижается. Ну, потому что у меня вектор прибавляется вниз. Я почти не снижаюсь. Не вероятно, потому что скорость растет. Снижения почти нет. С одной стороны неплохо, с другой стороны у меня сейчас будет уже тогда... Немножко попытается у меня корабль гореть. Это плохо. Ну, атмосферы пока нет. Попробую скорость бросить вообще. Опуститься пониже. Вообще, вот так пузом вперед лететь, это, знаете, очень напоминает, как вот в обуву взять за хвост. А когда столат шмяк, для аппарата это выглядит примерно так же в атмосфере. Ну, на 20 км атмосфера я уже погрузился. Это хорошо. Падешь, да, но я довольно быстро разгонюсь, если что. У меня ускорение 0.4G, на самом деле, это не очень хорошо. Но у меня немножко сейчас подрабатывают космические двигатели. Да, что-то в целом все нормально. Могу-ка продых выключить? Так, вектор сразу пойдет, да? Нифига. Давай у меня по диагональке работаем. Завис, мышь летучая. Проблема в том, что он очень скорость вниз набирает. Воздуха я пока не наблюдаю, в принципе. Мне не оба что тормозить. Поэтому если я сейчас развернусь в плашме, я попытаюсь изобразить полет, ну так, обычный, самолетный, я просто прилечу вниз. Потому что крылья пока не держат, воздуха нет. У меня бы хоть какую-то плотность воздуха, чтобы крылья хоть на что-то опирались. Но это далеко. На 50, по-моему, у них тут счастье-то наступает. Ну что, я пока двигаюсь так вниз, но не вертикально. Маневры не очень экономичные, ну ладно. Потому что у меня воздух, ну, в отсутствии воздуха у меня пока аэродвигатель не включается, я на космический все это делаю. Камера не очень удобная еще. Ну ладно. Где-то на болтишке появится воздух, я пытаюсь перейти в аэродинамический полет, но у меня нельзя разгоняться выше тысячи. Будет немножко гореть. при отсутствии лобового сопротивления он разгоняется очень дальше. Ну что, 15 километров еще опуститься. Ну это я смогу. На 600 километрах в час опуститься 15 километров это быстро. 600, правда, не перпендикулярно поверхности планеты, ну ладно. Но у меня уже тормозит слабовато. Помогают движки, конечно, да. Но торможение у меня уже как-то слабенько. Останно еще не атмосфера, да? Хотя, а, это ускорение слабенько. Торможение 1622 нормально. Пока работает. Давай, 58, 8 километров еще опущусь. Не разогнавшись до 1000 при этом. Там может быть воздух появится. А воздух, космодвижки отрубаются на 10% атмосферы, да? И в принципе там уже можно летать на обычных аэродвижках спокойно уже. Да, и пользуются аэродромазами. А у меня сейчас аэродромаза не очень актуальна. Мне нужно воздух под крылья. Потому что пока кирпич летит. А кирпич это плохо. Причем у всех планет вот эта высота, где воздух появляется, она у всех разная. И я их не помню просто. Хорошо на лунных, а на лунных воздух нет. Так, на 50 воздух не появился. Ай-яй-яй. Но благо не над морем, не над горами. Так что неожиданно там на 20 км меня вершина не встретит. Блин, смотрите уже скорость какая. До косаря почти разогнался. Давайте два садочку выставлю в мешки. Смещу вектор адиотизма. Потому что падать нельзя. Действительно разогнаться нельзя. А что хочешь, то и делай. 38. А что я видел, что на 50 и так далее. Ну полет у меня пока не горизонтальный. Тут тот же прикол, что если на круизе лететь, да. Ставишь допустим скорость, ну 1000 максимум, да. Вот при посадке на планету такое. У тебя скорость очень быстро перейдет 1000 в вертикальную круиз. Будешь считать, что все хорошо. А что 1000, 1000. А направление ты не заказывал. Просто вниз разгон идет. Он начинает гасить. Но скорее не толкает вниз, а вбок его ничего не толкает. Поэтому вот так вот. Поэтому у меня вот такая сборная солянка. У меня тормоза работают, движок работают. А сочетание векторов направлено вот туда, вперед. Я лечу над поверхностью планеты. Опускаюсь, кстати, достаточно небыстро. То есть у меня вектор направлен туда. Все мои 200 километров, они видите, видно хреново. Но они не параллельно поверхности планеты. По 45 градусов где-то сейчас опускаюсь. И жду воздуха. Тормоза спустил, видите, сразу кровь пошла. Вот это ограничение, что нельзя набрать тысячу. Конечно, мешает. Не, набрать-то можно гореть. Это у меня прям мега аккуратная посадка. Давненько я так по чуть-чуть не садился. А в целом, если знать, на какой высоте начинается атмосфера, может, конечно, отважнее садиться. Но я не помню. У меня тут казалось, что на полтиннике хрен там плавал. Возможно, на 13 она. Что-то мне такое смутно помнится. Но, возможно, это сантуарий. Насчет тринадцатая. Опасно. Близко уже прям удыхаюсь к тысячам. Опасно. Близко уже прям удыхаюсь к тысячам. Я все еще могу казануть. Я могу даже сейчас на орбиту уйти. Спокойно. Но движки уже на 30 процентов работают. Но, видите, вектор все еще такой более-менее. 17. Воздух. Ты начнешься? У меня уже, это, тормоза не тормоза при таких условиях. 0.8 уже. Могу еще прибавить. Все. Видите, скорость перестала. Ой, пошла расти. Эй. 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 Воздух. Появись. У меня уже это... У меня уже хреново. Я уже могу погореть сейчас. Да, блин, где воздух-то? Эй. У вас тут это, как кинзаца, да? Воздух весь продали? Или что? Смотрите, воздуха нет. Пипец. Эй. 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 Не, ну что за хрен то? Воздух где? Эй. 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 О, воздух появился. Эй. 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 О, все, вектор пошел, все, нормально, с приземленницей называется. Так, 062 Су, этот у меня находишься где? Это похоже на другой стороне планеты. Ну что же, господа, атмосферный полет. В 102 километра я это сделал. Но что-то для меня сюрприз, воздух так низко. Мне казалось, планета большая вроде. Так, ну все, вектор можно отключать. Темновато, поэтому я буду снаружи везти к кораблю. Нет. Не из кабины. Потому что из кабины, мне кажется, темно. Ну, в принципе, ничего, можно. Так, высота километр. Километр у меня тут над этим счастьем сейчас. Потому что тут море. Собственно, вот уровень моря, он и есть. А, воздух 65. Все нормально. Летим. Постепенно снижаюсь. Ну, в принципе, резко-то и не надо снижаться. Так, запись идет, идет. Вдруг не включил в азарте, так сказать. Так, я снижаюсь? Ну, типа, да, снижаюсь. Не сильно, но снижаюсь. Сильно не газую. 500 нормально. Снижаюсь, как раз. Да. Не захарте. Ну, типа. Ну, типа, да. Ничего нет, интересно, это не отрисовывают? А, ну на радаре этого ни хрена нет, что точно собственность? Пролет нечаянный, понятно. Так, 600 метров, чуть левее, а у меня линия на стекле есть, как раз от прицела. Будет. Справка из здания прошла. Мелкая какая-то, по всему. Вообще, в бетке, ближе к релизу, когда лед был застроен мамни горюй. В небо торчали эпические космические лифты, сейчас лечу тут какие-то домики пастухов, вон, мелькают внизу. Ну, домики пастухов, потому что я их не вижу. Я лечу сколько, 600 метров над уровнем моря, то есть его, в принципе, могло быть видно, если что-то большое было построено, его не видно. Так, погоди, ты снижайся дальше. Надо еще пониже лететь, а то будут там 600 метров опускаться. Мечтаю, чтобы у меня бустеры успели остановить на площадке. надо не искать летать. Ну, хотя 90 километров еще прилично. Ммм, лобовое сопротивление растет уже тысяча. ммм, лобовое сопротивление растет. Ммм, лобовое сопротивление растет. Тут очень резкий градиент атмосферы прям. Ну, не всегда спасает, когда ты падаешь. Так, там shift L, да, освещение-то, по-моему, shift L. Наружу лезть не рискну. Чтобы проверить, я лампочки включил или нет. Знаете, включил и включил, хорошо. Не включил, не включил. Ну-ка. Видишь, край лампочки видно? Да, включено. Там на крыльях лампы есть, мне сейчас одну видно было. Ну, 30-60 метров, мне кажется, нормально. А смотрите, из-за сопротивления упала скорость. А вместо скорости упало сопротивление. Оно связано. А что, было 300 с чем-то. Что опять на 400-то ушел? Тут гор нету. Ну, кривизна планеты большая очень, поэтому уходит. Я подумываю над не автопилотом, нет, ни в коем случае. Надо бы автоматом удержание высоты. Чтобы он на одной высоте пернул от планеты и сам управлял этим. То есть я влево-вправо, а он нос поднимал и опускал. Мне кажется, вот так нормально было. Слушайте, безлюди какой-то на Лиоте, я удивлен. А что, теперь понты строят где-то на другой планете? Ну, вот чья-то постройка. Блин, ночь нихрян не видно. Завод по виду. Или буровые? Буровые. Так, ну вот, можно уж... Ооо, поперли постройки. Но все мелкие. Тоже буровые. А... Чего тут так бурить хорошо? Ну, с другой стороны, хорошо, потому что раньше на Лиоте летишь, и эти космолифты, башни, надо лететь так, чтобы не впиявиться в них. Что там на большом и тяжелом корабле довольно сложно было. На М-ядре корабль большой. Блин, ты летишь... Главное, чтобы у тебя башня не отрисовалась под носом, потому что летишь, когда быстро, там, по тысячу, когда летишь, и оно просто отрисоваться не успевает. Это, кстати, еще одна причина летать медленно. Чтоб все успело отрисоваться. И если оно прямо перед тобой отрисовалось, а у тебя инерция, ты в бок не успеешь свернуть. Опять на 500 ушел, то что ты будешь делать? Прям стоит отвлечься, а он уходит вверх. А это я приземлялся, получается, я смотрел сквозь планету на цель-то. Ну ладно. Я думал, она прямо подо мной почти. Она на другой стороне, в общем. Немножко полетать придется. Ну, на атмосферке не страшно. Кстати, выжрал всего 10% топлива. Тоже, кстати, хорошо. Но заправляться надо. А цены кусачие чего-то. Ну, на нубятнике кусачие тут-то, может, и ничего. Тут на 200 давайте удержимся как-то. Ну, чуть-чуть от построечка. Зачем сканер астероидов-то? Убровая платформа. Кстати, шибко похожа на наш. Ну, не сильно, но близко. Ну, какую-то синюю фигню уже высокую построили. Причем, видите, разлапистая такая. Вот такой уже можно врезаться. Ну, вот-вот, ближе к хабу-то жизнь и начинается. Смотрите, корабли большие стоят. Тут такой а-ля космодром. Как бы это не хаб был. Что-то корабли-то хрена. Ну, не тот хаб, на который я лечу. Просто другой хаб. Хотя бы вроде в море их не строят. 53 километра. Набор пошел высоты опять. Блин, самое дешевое на стороне топлива. Я его не трачу, даже облетаю всю планету. Все-таки фрейтерные движки, штука хорошая. Правда, у меня космические тоже фрейтерные, да? Ну, они... Они, большая часть, разгоны между планетами жрут. Поэтому вам надо деваться. Они жрут. Ну, что-то построено. Какая-то фигня. Любят люди на берегу моря строятся. Это вот такой, знаете, пляжный подход. Товольно спокойно в атмосферном режиме летится, конечно. 30% мощности. Она потихонечку трюхает. А тормозное усилие 12000. Это от чего? Не знаю. Да, это оно. То есть в такой вот атмосфере... Кстати, у меня скорость-то упала. Что-то... Слишком. Это моя эксперимент с тормозами. То есть это аэрбрейки меня так тормозят на 12000 кН. Нормально. Космические на 1600. А эти на 12000. Здравствуй, 90% атмосферы. Называется. Это еще вверх-то радостно пошел. Газ у тебя дали. Не сдавай. Какая-то подводная лодка всплыла. Знаете, что мне не хватает тут? Бинокль. Вот так разглядывай, что там. На стоп не поставишь. В воздухе, как вертолет, не зависнешь. Приземлиться. Может мутюгаться будет. Чат морская база. Тот решил последнюю мальку самором себе поставить. Ну, вообще в таком случае надо как-то делать его в стиле, что он типа плавучий, да? Какие-то там бортики, какие-то понтоны. Чтобы прикольнее это было. Что просто площадку-то бахать? Кажется, что низко ли еще. Хотят 250 метров воды. Еще какой-то. Вот как буровая из воды торчит с площадками. Это прикольно. Ёлки. А, померещилось. Моя, вот тут линия на стекле, а потом, что уже лифт торчит. Нет. Из-под воды, кстати, там палка торчит. Нет. А под водой тут не очень прикольно жить. Зачем мне под водой еще отстроят? Странные. Ну, то есть, у тебя под водой даже внутри здания вода. Тут нельзя сделать герметичные помещения, чтобы без воды было. То есть, у тебя здание если уходит в воду, у тебя внутри помещения тоже вода ниже уровня моря. Поэтому, а смысл всего этого? Под воду перемещай. То есть, ты там так под водой уходишь. А что Лас-Вегас там сияет правее? Блин, я так низко еду, я чувствую какую-нибудь башню вот тут еще пилюсь. Ну, будем надеяться, что шансы на то, что у меня корабль впадил в башню, не велики. Корабль не такой большой, башня тоже не такая большая, это же не стена все-таки. Будем надеяться, что я 25 км пролезу. Но я ниже уровня этой башни лечу. Тут прям, смотрите, здорово. Много построено, здорово. Ну, это сейчас коробка недостроена. Там прям длинная полоса. Это вот на много ядер построили. Рейзер. Это прям ВПП такая. Раз, и она кончается, смотрите. А Рейзер стоит в стране. Я думал, это один комплекс. Ну, это, скорее всего, один комплекс, судя по гексам-то. Ага, не занятым. Вон, корабль внутри висит. Да. Странненько. Может и разные. Корабль, кстати, какой-то интересный. Обтекаемый такой. Можешь покупать, кстати, с другой стороны. Еще не набрал опять высоту. Набрал высоту, звучит, как набрал вес. Ниже-ниже-ниже. Отрисовывается довольно далеко, и я, если что, успею вверх идти. Ну, нет, в бок не успею, а вверх успею. Тут, к сожалению, аэродинамические маневры, ну, виражи там, типа, невозможно. О, это висит корабль, на котором мы все сюда, типа, прилетели по лору. Они подняли его повыше, раньше он ниже висел. Там под ним кратер этот, там автострада идет, типа, место первой высадки. Все такое. Всегда хотел слетать, но как-то не очень надо с одной стороны. Вот. А куда надо специально лететь? И так и не слетал. Ну, там ничего нету. Там автострада идет и, ну, и кольцо такое, дорога, кратере. Вот, вот, вокруг того места, куда луч падает. Чего он висит? Как он висит? Зачем висит? Не знаю. Может где-то написано. Просто вот смысл, что этот межзвездный корабль вот так подлетел и вот так повис. Вот, то есть он не сел. Не знаю. В чем смысл, не знаю. Какой-то лор местный. Какой? Чего-то кто знает. Так, уменьшаем. Где-то тут оно уже рядом. Ну и главное, не въехать. У меня 37, по-моему, скорость, на которую еще я лечу. Нормально. Он ее удерживает. Так, проблема, походу, в том, что эта штука выше меня. Ну, ладно. Чуть горку сделаю и тормозну. Ай. Вот лес неожиданно. Самолет лес не боится. Пилот в кресле, наверное, тоже. Так. Где у вас тут хаб? Где у вас торговый хаб? Ладно. Черт, нюанс. Где у вас тут приземлиться может? Да, вот тут и можно, да. Их. Все. Приземлился. Ну, чуть-чуть-то поднимись. Нет. Давай. Давай. Нет. Ползет, не ползет. Ну, не надо переворачиваться, ты. Ты что, на хвасте стоишь? План, что-то снаружи происходит, я так не могу понять. На хвасте, по-моему, на хвасте встал, да. Блин, чуть-чуть на край не попал на это. Ну, ладно. Сейчас разберемся. Угу. Конечно. Нет? Нет. По-другому сейчас сделаем. Блин. Разрыв-то в поле был для меня, конечно, неожиданностью. Вот так. Маневр инструмент. Полезная штука. Не умеешь парковаться, пользуюсь им. Так. Кто-то пробежал. Ну, я, наверное, не буду заморачиваться с перепарковкой туда. Не буду. Понятно, что там происходит вообще. Да, ну, значит, не буду. А у меня линка хватит. А, вот это другой вопрос. Линка может не хватить. Так. Что у нас там? Там, опять, мостик какой-то странный. Блин. Сейчас я какую-то яму проваливаюсь. Нет, в здание врежусь. Ну, ладно. Я туда летел. У меня живой колбасит, правда. Вот туда за корабли надо было встать. Слушайте. Ух ты. Я же тут лбанулся, да? Сейчас что-нибудь сделаем. Хе. Боком запраковался-то. Нормально. Так. Меня надо куда-то выдвинуть отсюда. Вот тут у них по-дурацки, конечно, сделаем. Момент. С парковкой. Типа вот чё? Надо бы, кстати, ближе становиться. Ну, в смысле, дальше. Ближе, в смысле, дальше. Только он занят, конечно, всё. Вот видите, он опять это парковочное поле цепляет. Вон того утюга. А когда ты летаешь, оно ещё и отталкивает. Если вы успели увидеть, как меня там красным мелькнуло, оттолкнуло красным, это вот оно. Парковочное поле. Так. Ну чё? Берём и чиним. Ещё надо будет заправить, да. Ладно, заправить потом. А стёклышки я побил всё-таки. Стёклышки всё равно в негодность придут. Одно восстановление их осталось, придётся менять. Надо репейр юнит строить, потому что я и видал стёкла переставлять. Так. Всё, ну и всё. Ну что ж, линк и пошли торговать. А, уже линк, да? Какая хреновина, это корабль, если что, это не знание. Это вард-драйв? Не. Кто тут морозился по полной? Это... Рокет-брейки, тормоза. Много-много атмосферных движков. Пы-п! Провалился. Мигалки ставят. Но народу много били. А вот тот не парился. Ховеры. В воздухе вся эта фигня висит. Больше ничего не надо. Да, тут ходить просто к кораблям смотреть такое. Забавное. Шесть дней за стухление. Ну нет, я, наверное, тут не найду того, что можно... Что? Серьезно? Ну, вар. Ксидус. Херам. Абиф. Ну-ка. А, не могу. А почему на нем не пишешь через фокус? Я хотел бы узнать. А вот это написано 7 дней. А вот того не написано. Как-как ракозяба. А это задница ракозяба. Ну, кирпич. Покупной. А-а-а. Жуть какая-то из движков состоящая. А-а-а. Планетарный... Астероидный радар крутится. Вот, кстати, вопрос о покупных кораблях. Вот они. Мне тут мотоцикл нравится. Он прикольный. Он в космос-то выходит, да? Похоже, выходит. Вроде есть у него космические движки. Он торчит. И след не видовой. Хотя как-то мало. Атмосферных много. А космические я вижу только один. И ховер с ним торчит. Вот еще. Ну, тут маленькие. Где-то должны быть большие еще. Ой, какой раджинький. Тридцать семьдесят тысяч всего стоит. Но симпатичный. Я только на нем космодвижков опять-таки не вижу. Он в космосе только летает. Нет, атмосферный. Только в атмосфере. Атмосферный хаулер. В атмосфере летает тоже. Хаулер. У него контейнер там один, по-моему, всего стоит. Не, эти маленькие ребята. Ой, какой. Хи. На лыжах. Забавно. Где-то еще есть магазин с большими. Вот с такими. Вот это тоже покупное. То есть это с покупной. И мотоцикл не стоит. А, вон второй этаж. Там, наверное, большой. Ну ладно. Просто покупных довольно много я их. Координат. Кергон продают. Вот этот рекламный плакат поставил. Он пропадет через семь дней. Поэтому он дешевенький. Видите? Ядро и... И экраны все. Это сейчас рекламная фига тень. И картинку вывесил. Заправочка. По 17 тысяч за 500 литров. Кстати, недорого. А при таких ценах... Слушайте, а я может даже слетаю к нему заправиться. При таких ценах. Ой, народ сколько стоит. Так, надеюсь, линк у меня не отвалился. Как-то странно прозвучало, линк не отвалился, да? Хвост не отвалился. Так. Поехали. Хорошо. Набрал. Молодец. Молодец. 102. Давай. У меня 14 тысяч. По 102. Нормально. Продал. Так. Отлично. Теперь надо мне мои ракетные хрени найти. Здесь есть? Здесь есть. По 88. Да. Нормально. Две что-то мне, пожалуйста, заверните. Так. Хорошо. Хорошо. И... Танк XS. Дорого, но... Так. Давайте этот человек порадуем. А вот. Не порадуем. Невеликая разница. Дорого, да. Мне две же надо. Баки почему-то дорогие. Возможно, чертежи дорогие. Не знаю. Так. Ну, слушайте. Я почти все купил. Теперь топливо. Почем кергончик-то? Четвертый, если не ошибаюсь. По 56. То есть, если я куплю косарь... То это будет 56 тысяч. Ну, жабист-то, конечно. 10 тысяч не надо, задевайтесь. Косарь. Беру. Ну, я иначе с планет не улечу. А, я еще не весь малахит продал. Ёлки. Эй, у меня малахит еще есть. Так. Какие у них тут ордераты небольшие, да? Вот. Другое дело. 0.33 я ударю, чтобы не был тахалый тут. Так. И давайте сразу же денег-то насчет карафе прикину. Так. Оплачено. Вперед. Три дня. Ну, нормально. Так. Бабло. Дипспейс. Дипспейс. Дипспейс дворс. Вот она. Эй. 20 миллионов меня нет. А два переведу. Так. Вот так мы и пополняем счет карпы. Давайте за счет карпы потом оплачиваем всякие. территории. Ушло. Отлично. Налет-экэшченч-терраформер. Телепортер-терраформер. Налет-экэшченч-перекид. Ну, тут в пределах. Дистри-телепортер. Оно здесь в пределах перекидывает. Лонглайт. Вот тут интересно сделано. Это с чего? Лонглайт. Ага. И они по очереди включаются. Забавно. Так. И мой корабль. Вот единственное, что я не знаю. Мне... Висит замок. Мне перелететь отсюда куда-нибудь? Ничего. Или мы стояли. Ну, тут черт с ним. Семь нит стоять можно. Ничего страшного. Так. Я все в контейнер сложил, да? Угу. Мне бы заправиться бы. Это отключить. Пускай все тут лежит. В контейнере. Целее будет. И вот это давай сюда. И пошли заправляться. Ну, в основном, конечно, космонтопливом. Нет, это не то. Это то. Что у меня там? Пятьсот, да? А тут косарь. До тысячи. Так. Ну, вот. Ну, почти ровно. Я думал, мне до тадоса хватит. А если не хватит, будем приземляться на парашютах. Ну, может было бы еще косарь купишь, с полными багами лететь. Но мне кажется, это слишком. Гонишь. Гонишь. Не 35 у тебя там. Погоди. Я что-то не понял, у меня вот эта клавиатура работает или вот эта на ней. Ну а тут похоже на истину Улетел тут Я бы тоже улетел на самом деле Ну ладно Все, ладно Загрузились Ну что ж, господа, на этом все Жмите, пишите, до новых встреч А завтра на Тадос